И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня мы с вами рассмотрим новый альбом Тейлор Свифт, Фольклор. Он оказался на удивлении приятной работы с блистательными музыкальными сюрпризами и довольно эмоционально глубокими текстами. При всей его однородности и при всех моих вот личных придирках, там, к аранжировке, к сочинению и вообще к общему всему музыкальному перформансу, я оказался им намного более доволен, чем его попсово-танцевальным предшественником под названием Lover, где треки не только вызывали скуку, но и огромное чувство стыда время от времени даже. Здесь же нам был предоставлен качественный фолк, инди-поп, вот что-то вот такое, с практически акапельными треками и мелодраматичным содержанием, которое было очень даже здорово и очень даже приятно переслушивать из раза в раз. Как оказалось, данный релиз Тейлор сочиняла и записывала как раз во время карантинища и самоизоляции, но опять же, насколько я знаю. В то время, когда в самоизоляции артисты зачастую дают либо там постопорожные копирки трендовых звучаний, или просто-напросто сухопримитивные треки под соусом какой-то креативности или какой-то уникальности, или достижением только того, что они это сделали дома, Тейлор решила просто поставить в центр своего музыкального контента сам вокал свой собственный, разнокалиберные истории о романтичных отношениях, ну и добавить там какой-то легкий инди-акустический фон себе в поддержку. То есть, решила по факту подчеркнуть все свои преимущества перед всеми другими поп-артистами и артистками современности. И я уже на самом деле очень ценю этот подход, поскольку при всей моей настороженности и таком, ну все-таки по-хорошему предвзятом отношении к ее музыке, я отдаю должное тому, как расслабленно и при этом развлекательно звучит этот релиз под названием «Фольклор». Обложка, конечно же, смутила, поскольку черно-белые изображения одиноких фигур в лесах и парках очень уж любят выставлять различные там экспериментальщики или какие-нибудь блэк-метальные артисты, коллективы, как хотите. Чисто интуитивно, мне даже на секунду показалось, что тут будет подано так «баллада на балладе», а «грустнота вокалов» будет только граничить с депрессией, ну там, пыще прежнего. Например, там от какого-нибудь от ковидла, от изоляции или, опять же, традиционных отношенческих тем. Что характерно, обложку можно было бы даже оставить цветной, так как именно эта вот яркость или может быть серость леса, тусклость его какая-то, подчеркнула бы атмосферу легкости звучания, как и общий акустический тон релиза. За названием же мне видится компиляция различных из житейских историй о том, как люди сходятся, люди расходятся, как любят и отношаются, как проводят вместе время, что чувствуют, что переживают, ну и так далее. В этой комбинации там народных историй и может быть своеобразный фольклор, да, вот название альбома, но я никогда не могу утверждать наверняка, так как в музыке и текстах Тейлор всегда находятся тонны километра различных там отсылок, связок, каких-то символик внутренних, да, которые можно трактовать по-всякому. По крайней мере, именно так делают всякие комментаторы на аннотационных сервисах типа Дженюса. Таким образом, мне по-хорошему не очень хочется верить трактовкам текстов типа там вот «Она диссит Канье Веста только потому, что у нее где-то там идет пренебрежительная строка со словом «Вест», то есть «Запад». Но я однозначно рад тому факту, что при всей своей однотипности по-хорошему, строчки песен все так же дают фанатам простор для размышлений и придумываний своих собственных интерпретаций. Я же вижу в 99% текстов это мелодраматичные истории, которые оказались, ну, намного взрослее того посыла, что был на прошлом альбоме. Отдельно понравился трек «Exile», так как всегда интересно и душесчипательно слушаются песни там о постразводе. Начальный трек «The One», рассказывающий о сожалениях и рассуждениях там моделей по типу «Не получилось, не срослось, шли к успеху, но не подфартило», да, вот такое вот. Но, как и прочие другие тексты на альбоме, радует, что даже в остросоциальном, опять же, насколько это применимо к музыке Тейлор, тексте трека «Mad Woman» идет просто констатация факта о том, что и как переживают лично отношенческие неприятности сегодняшней женщины, а не истерика по типу «вот все мужики козы сво». Это в целом применимо к всему тексту альбома, где проведена намного более спокойная, намного более взвешенная, многослойная и взрослая, опять же, работа с мелодраматичным текстом, что, опять же, выгодно его отличает от предшественника. В музыкальном плане это точно так же намного более сильная работа по сравнению с лавером. И дело тут не только в смене жанра и в смене стиля исполнения, конечно же. Понятное дело, мне на самом деле предпочтительнее слушать акустический поп, нежели то, что было подано на том альбоме. Но тут мне уже нравится сам вокал Тейлор намного лучше и намного больше. Он не орет, не брыжет какими-то там мелизмами и вокализмами, не пытается выть, а просто-напросто хорошо, красиво поет. Без изысков, без технических нагромождений, вот просто подает хорошие, толковые вокальные линии. Очень близко, очень уютно и очень мелодично. Потому и звучит это все дело приятно и во многом успокаивающе. Плюс. Именно поэтому мне хочется и нравится переслушивать альбом из раза в раз. И с одной стороны, одним из главных плюсов альбома как раз и стала эта вокальная ориентированность перед всем остальным музыкальным контентом. Потому что это все-таки было самое выразительное, за что можно зацепиться. С обратной же стороны, мне не хватало вот какой-то сильной мелодической темы в каждом из треков. Инструменты служили просто-напросто мелодическим фоном и основой для вокального исполнения. А не самодостаточным генератором вот и производителем музыки, если угодно. Те же там всякие гитарки, скрипки или клавишные инструменты могли бы запросто отыгрывать главные темы песен на худой конец, чтобы просто дублировать припевные вокальные линии для нужной выразительности и запоминаемости. Как раз из-за отсутствия этого дела альбом слушался вот одним сплошным потоком. И отдельное вкрапление типа вокалов Bon Iver или пара-тройка нот губной гармошки или какой-то проигрыш на пианинке. Все это слушалось безусловно на ура, потому что оно вот очень сильно вот так вот вырезалось каждый раз из общего микса. Но на самом деле хотелось бы такого намного-намного больше. Конечно же. И тем не менее, в общем и целом, я как и вы понимаете, остался очень даже доволен альбомом Тейлор. У нее здесь действительно есть чего послушать, действительно есть чего там узнать. Особенно если вы любите слушать спокойные и размеренно расслабленные вокальные исполнения о различных эмоционально-душесчипательных темах. Для меня этот альбом это 3,5 из 5, поскольку мне бы хотелось все-таки намного больше инструментальной разнообразности и выразительности. Мне бы хотелось большей выразительности тем мелодических, вот что-то, что было бы реально центром каждой песни и чтобы их выделял друг от друга. Как это происходит, кстати, вот у различных там инди-фолк-исполнителей, акустик-поп-исполнителей. Вот что-то такое. С другой же стороны, возможно, так бы при таком раскладе потерялся бы акцент на, собственно, вокале и историях, которые им доносились. В любом случае, это однозначно. Однозначно достойная и однозначно приятная к прослушиванию пластинка. А так это все на сегодня, всем спасибо за просмотр, если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, и если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравилось вам или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Рядом с моей головой вы увидите другие ролики про музыку, про видеоигры и наши собственные треки Мбака Ера, мы их обновляем каждую пятницу, зацените, возможно, вам что-то из этого понравится. А так это все на сегодня, дамы и господа, всем спасибо и всем пока!